МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Портрет маньяка. Правда ли, что все злодеи имеют сходные черты лица? Увеличенная форма зубов и увеличенный вот этот инструмент. Чего боялся Чикатило? Он прятал глаза, он практически никогда не смотрел людям в глаза. И стоит ли влезать в шкуру маньяка? Играть у маньяка, то есть человек психически невменяемый, это ненормально. Фабрика прекрасного. Как стать красавцем за один час? Чаще всего, ну, я в своей практике встречал просьбу, сделайте мне нос, как у Марлин Монро. В кого превратят человека новые технологии? Нужно банально лечь под наркоз и встать другим. А также, что такое ген да Винчи? И везет ли тем, у кого его находят? У этих людей большую проблему имеет сектор, который заведует связи с внешним миром. Не так давно были обнародованы шокирующие данные. 70% осужденных за преступления в отношении детей отделываются условным наказанием, а оставшиеся 30% насильников, приговоренные к тюремному сроку, как правило, тоже долго не сидят и выходят на свободу условно-досрочно. В первый же год после освобождения 95% из них снова совершают аналогичное преступление. Означает ли это, что по улицам ходит огромное количество людей, склонных к насилию и убийству? Можно ли узнать маньяков в толпе и по каким признакам? Актриса и певица Елена Зайцева очень не любят вспоминать тот самый Первомай, когда отправилась на прогулку в Тропаревский лесопарк Москвы. На тропинках было полно народу, поэтому, когда стала сверкаться, женщина решила домой не торопиться. Неожиданно кто-то сильно обхватил Елену сзади, зажал рот рукой и потащил за собой. Такое впечатление, что он кайфовал над тем, что он мне делает больно. Когда преступник притащил Елену вглубь лесопарка, он на мгновение ослабил фарку. Вот когда он снял штаны, он просто запутался вот в этих деревьях маленьких, или хустарниках, и он упал. Я смогла одним движением его просто вот как-то по его интимным местам, да, я просто знаю пару приемов, и я просто уползла. Елена нащупала в кармане мобильный телефон и позвонила сестре. Когда я Лену увидела, потому что мы с мужем подвихали, вся черная шея, весь рот в крови, потому что он ей свернул челюсть, то есть вся была в листьях, вся... То есть вы знаете, такое впечатление, что ее просто убрали, как тесто месили, и вот в землю... Но я же барону. Позднее выяснилось, что буквально в тот же вечер на том же самом месте была изнасилована и убита девушка. Опасаясь за свою жизнь, певица сменила место жительства. Я видела его глаза, они у меня очень долго не стирались, эти глаза. Я чувствовала вот этот вот запах какой-то омерзительный. И вот эти жуткие глаза. Если бы меня заставили фото... Я, которыми не рисую, я бы нарисовала. Могла ли Елена Зайцева заранее определить, что рядом с ней оказался потенциальный насильник или убийца? Возможно ли это в принципе разглядеть в человеке преступника? Портрет преступника. Согласно теории известного тюремного врача Чезаре Ламброзо, преступник должен выглядеть примерно так. Итак, итальянский профессор психиатрии был уверен, все злодеи и насильники имеют схожие черты лица. Так ли это? Попробуем проверить. Фенотиполог Марк Лучин из Эстонии уже более 10 лет занимается исследованием маньяков и насильников. Первое, на что он всегда обращает внимание, сильно развитая челюсть. Именно она выдает склонность человека к жестокости. Увеличенная форма зубов и увеличенный вот этот инструмент, он всегда принадлежит более боевым особям, более ограниченным в интеллектуальном плане, но зато гораздо более силовым в применении каких-то насильнических действий. Далее Лучин переключается на губы. По ним принято определять степень эротизма. То, что здесь мы видим, это эротизм с определенной долей решительности. Я бы сказал так, что этот человек не теоретик, а это практик жизненных удовольствий, и свое удовольствие он будет получать в том числе и силой. Механическую походку, механические жесты, зажатую мимику невозможно изобразить с помощью фоторобота. Но в отличие от брутальных черт лица, эти характеристики выдают насильника и убийцу еще издалека. И они действительно присущи всем маньякам. Маньяк – это существо, которое находится часто в одном, очень таком напряженном состоянии. И в этом случае очень характерно механически зажатое маскообразное лицо. То есть лицо без мимики. Лицо без мимики – это примета, знакома всем актерам театра и кино, которым приходилось играть злодеев. Она помогает им вжиться в образ убийцы. Сергей Селин до сих пор вспоминает свою работу над ролью в «Городе соблазнов». Характер водителя-дальнобойщика давался ему нелегко. По сценарию он должен был зверски убить своего напарника. Просто играть в прямую злодея, то есть сумасшедшего, да, практически, либо маньяка, то есть человека психически невменяемого, это ненормально, потому что они оправдывают свои поступки. Актер искренне надеется, что играть злодеев ему больше не придется. А вот его коллега по цеху и по нескольким сериалам актриса Анастасия Мельникова, напротив, всегда хотела влезть в шкуру отрицательного персонажа. Очень хотелось сыграть. Очень даже вызывало раздражение то, что в театре всегда как принцесса, так Наська, как принцесса, так Наська. Говорят, давайте какой-нибудь гадин можно сыграть. Ну, интересный характер нас попробовать. Такая возможность Мельниковой представилась пока только дважды. В детстве она сыграла плохую девочку, а позднее – каторжанку-предательницу. В кино, когда я играла, было больше противно. Я не могла найти объективных оправданий тому, что она сделала. Но это тоже интересно, но неприятно. Вот чувство осадок какой-то гадости, он остался. Как знаменитый телеследователь и как законодатель, Мельникова хорошо знакома с криминогенной ситуацией в стране. И как любая мать, старается обезопасить свою дочь. Это не страх, это, вы понимаете, никто никогда не может уберечь этот мир от больных, патологичных людей. И к этому надо быть готовой. К этому надо готовить детей, что если Маше придётся перейти эту дорогу одной, что она никогда никуда и ни с кем не пойдёт. Потому что я об этом умоляю с первого дня её жизни. Потому что я очень за неё боюсь. Эксперты в области криминальной психиатрии подсчитали. Около 6% жителей планеты рождаются уже с признаками маниакальности. Все они потенциально опасны, однако далеко не все становятся преступниками. Так как же это объяснить? За свою многолетнюю практику фенотиполог Марк Лучин пришёл к весьма неожиданному выводу. Большинство маньяков изначально абсолютно безобидные люди. Иметь данные маниакальные вовсе ещё не значит быть маньяком-убийцей. Сама по себе маниакальность – это не ужас. Это всего лишь состояние. А вот то, во что оно выльется, зависит от воспитания, случая, ну и, к сожалению, некоторых других обстоятельств. Лучин уверен – диагностировать первые симптомы маньякальности можно уже в двухлетнем возрасте. Насторожить родителей должно то, что ребёнок часто играет, не замечая никого вокруг. Специалисты называют это тоннельным пространством внимания. В более зрелом возрасте проявляется, например, из школы вышел – помню. Домой пришёл. А как шёл – не помню. Вот это одни из признаков. Насторожить должны и первые признаки аномальной жестокости. Например, если ребёнка забавляет, когда он ломает игрушки и отрывает крылышки бабочкам. Избавиться от склонности к садизму можно, считают врачи. Главное – обратиться вовремя за помощью. Андрей Чикатило. Самый известный в нашей стране маньяк 20-го столетия. 12 лет он зверски убивал и насиловал женщин и детей. Криминальные психологи утверждают. Чикатило – классический пример того, как тихий и послушный мальчик постепенно под воздействием различных обстоятельств превращался в кровожадное чудовище. Ведь своё первое убийство он совершил в 41 год. В детском возрасте, в 14 лет, он почувствовал, что он не способен жить половой жизнью женщины. Это его тегативы на протяжении практически всего периода времени должны самые женили. Люди, которые приходят в такой разряд маньяка, это люди, имеющие сами опыт травмы, насилия, сложных жизненных обстоятельств. Ребёнок не способен в этой ситуации выразить агрессию, поэтому он выбирает более слабых людей, которые даже не идут на какой-то конфликт и агрессию. Он им мстит. Чикатило унижали в детстве. Изнасиловали в армии. Взрослого избили свои же ученики за домогательство. До женитьбы им руководила жестокая мать. Потом он попал под иго супруги. Всю жизнь его преследовало то, что он не мог жить полноценной жизнью женой. Вот он всю жизнь посвящал работе. Командировки постоянные, чтобы не находиться дома, чтобы не ощущать свою вот эту вот проблему. Люди, страдающие расстройством, бежать со склонностью к агрессии, они могут в любой момент взорваться, вспыхнуть и к агрессию, физическое насилие перенести на окружающих. Был ли у Чикатило хоть малейший шанс не превратиться в жестокого убийцу? Можно ли было раньше разглядеть в нём признаки маньяка, готового приступить к черту – взорваться? Фенотиполог Марк Лучин уверен, Чикатило и других последовавших за ним насильников-потрошителей можно было остановить. Если бы та бригада милиции, которая его ловила, прошла у нас, например, обучение, ну, хотя бы полдня, именно вот по теме маньякальности, они бы его поймали, я думаю, что, ну, года на два раньше. Потому что это было очень хорошо видно. То есть, ну, по крайней мере, знаешь, кого ловить. Маньяка можно вычислить даже по манере носить портфель, утверждают фенотипологи. Кстати, Чикатило никогда не расставался с этим аксессуаром. В нём всегда лежало орудие убийства. Давайте сейчас попробуем посмотреть, как ходят маниакальные люди с сумкой. Мы видим, что ремень немножечко выносится вперёд. То есть, немножечко вперёд образуется вот такой угол. Сейчас вы видите угол на ремне, да? И при этом все остальные признаки, они сохраняются. То есть, движения механические, так? Человек идёт механически. Далее, лицо обычно такое же, маскообразно. И вот таким образом может и с работы или на работу прекрасный программист, а может идти маньяк-убийца. Маньяка можно вычислить по глазам или волнению. Признавался после своего задержания Владимир Муханкин. Один из самых кровожадных серийных убийц России. Он рассказывал, что выходя на охоту, насильник может идти как за жертвой, так и впереди неё. Но если маньяка кто-то спугнул, он обязательно вернётся на то же место через какое-то время, чтобы закончить начатое. Сенатор Антон Беляков во время рабочих командировок не раз общался с зарубежными психиатрами и психотерапевтами, которые лечат маниакальность на ранней стадии. Пациент, заметивший отклонение в собственном поведении, нередко приходит на приём сам. И медицина ему помогает, ему предлагают, скажем, блокаторы тестостерона, которые снижают сексуальные влечения. И человек спокойно живёт, он не совершает сексуальные преступления, хотя он был склонен к нему. Он спокойно играет на скрипке или стоит у станка, или работает водителем, пекарем или плотником. В России сегодня такой эффективной психиатрической помощи нет, убеждён сенатор Беляков. Пока законодатели спорят, что лучше – наказывать или лечить насильников, маньяки существуют по принципу «изнасиловал, убил, сел, вышел». И так по кругу. Они осознают отчасти, что их поведение ненормально, но сами остановиться, увы, не могут. Есть нечто внутри них, что сильнее сознательной воли толкает их снова и снова повторять то, что их разрушает. Так можно ли узнать маньяка в толпе по особым признакам? Мнения специалистов разделились. Психотерапевт Марк Сандомирский и большинство его коллег отрицают наличие внешнего сходства между преступниками. На основании внешности выделить человека, являющегося жестоким сильным лицем, практически невозможно. Многие из них, на взгляд, покажутся совершенно обычными, тихими, безопасными для окружающих людьми. Но с другой стороны, эта черта, по мнению фенотипологов, может быть и признаком маньяка. Такого, как Чикатило, например. Это с него в России начали изучать феномен жестокого насильника и убийцы. Ведь вычислить его в свое время помог ростовский профессор психиатрии Александр Бухановский. Именно он в точности угадал образ Чикатило, описав его на 62 страницах. Подведем итог. Теоретически маньяков все-таки можно распознать в толпе. Но для этого надо достаточно долго изучать их лица. А это, согласитесь, не так уж приятно. Запомните одно. Если в безлюдном месте вам навстречу попадется человек с механической походкой и отсутствием мимики на лице, лучше свернуть его пути. Смотрите далее. Скальпель на службе прекрасного. Всесильны ли пластические хирурги? Вы бы согласились оперировать пациента, если бы он попросил вас собственное ухо пересадить на лоб. Зачем люди вставляют силиконовые мышцы и делают искусственный пресс? Выглядеть хорошо – это признак некого состоявшегося человека. А также гениальность и сумасшествие. Как отличить одно от другого? То, что гений есть отклонение от нормы, это совершенно очевидно. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2007 году рода Хакенсакис обратилась к пластическим хирургам Беверли-Хиллз с необычной просьбой. УЗИ показало, что у её будущего ребёнка некрасивый большой нос. И врачи сделали малышу операцию прямо в утробе матери. Хирурги объяснили, среда в материнском организме поспособствует тому, что следы коррекции носа, так называемой ринопластики, полностью исчезнут к моменту рождения. Так и произошло. На что ещё готовы люди в погоне за совершенством? И в кого может превратиться человек, ввязавшийся в битву за красоту? Попасть на такое шоу – всё равно, что оказаться на балу у Золушки. На глазах у сотен зрителей одна из принцесс всегда превращается в королеву. Наверное, для меня конкурс красоты – это был как моя мечта. В детстве мне всегда интересно было наблюдать за конкурсами красоты, за подиумом, что происходит. И вот однажды девушка из Ростова-на-Дону сама стала той самой королевой. Мисс Россия 2006. Голубые глаза, светлые волосы, идеальная фигура. На конкурсе красавицу заметили братья Меладзе. А смогла бы Татьяна Котова прославиться, не будь она красивой. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Противоположено у человека в генах, говорят специалисты. А цель всегда одна – быть или хотя бы казаться успешными. Особенно в глазах противоположного пола. Какие же средства выбирают для этого мужчины и женщины? Разумеется, яркая и красивая внешность. Это понимали ещё неандертальцы. Они мазали лица углём и отрубали себе фаланги пальцев. А насколько далеко готов зайти человек разум? Что такое эталон красоты в классическом понимании? Издревле известны пропорции золотого сечения. Им идеально соответствуют Моно Лиза Леонардо да Винчи и Венера Сандро Паттичелли. Да Винчи обозначил эти пропорции и для мужской красоты в картине «Витруянский человек». Кронические параметры мужского тела Леонардо взял из трактатов римского архитектора-инженера Витруя. Вглядитесь в эти идеальные черты признанных красавцев. Давид. Мраморная статуя Микеланджело. Аполлон Бельведерский. Работа древнегреческого скульптора Леохара. Два эталона мужской красоты. Канон и гармония, в принципе, одни и те же для всех народов, потому что это просто свойство восприятия человеческого глаза. Сегодня классического эталона больше не существует, утверждают специалисты. Остались только общие понятия привлекательности. Их диктуют кино, телевидение, мода. Давида и Аполлона сменили Дэвид Бекхэм, Брэд Питт, Дэниел Крейг и Криштиану Роналдо. А место Мона Лизы и Венеры заняли Арнелла Мути и Анжелина Джоли. То, что было красиво в древнее время, красиво и сейчас. Могут колебания грудь поменьше, грудь побольше, вес побольше, вес поменьше. Но что делать тем, кто не родился красивым и чьи параметры не соответствуют золотому сечению? И вообще далеки от идеала. У каждой эпохи свои методы. Например, в средние века мужчины очень часто наносили себе специально рубцы на лице. Это считалось признаком доблести. Более того, что если, скажем, в конфликте один господин другому наносил резанные раны на лице, то это не являлось предметом судебной разбирательности. Греки купались в экскрементах крокодила, потому что верили в их укрепляющие свойства. Египтяне красили глаза тенями из свинца, не понимая, что ежедневно отравляют организм токсичным металлом. А японские гейши отбеливали лицо маской из муки и испражнений птиц. Китайские обычаи фарфоровых туфелек, когда девушкам в молодости бинтовали ступни, и, соответственно, они приобретали миниатюрные размеры. Во-первых, эстетически, потому что даже склонность китайского народа к этой микроэстетике. Во-вторых, женщина таким образом показывала, что она из высшего сословия. У диких племён своя эстетика прекрасного. Яркая раскраска, проколотые отвисшие губы, огромные кольца в ушах и длинные страусиные шеи. Они считают, что это красиво. Они могут подражать природе, животным. Ну, видят, какая у жирафа шея? Ну, и вот и мне такую бы неплохо сделать. Все эти модификации тела, они же имеют не только эстетический, но и ритуальный характер. Красота, она вообще очень ритуальна. Желание украсить и изменить своё тело дикари реализуют как могут, подручными средствами и примитивными методами. Цель остаётся неизменной – приблизиться к идеалу красоты, принятому в их социуме. Специально при помощи искусственных устройств оттягивали мочки уха. Кстати сказать, в то же время мужчины при помощи специальных ухищрений удлиняли половой члена таким образом. Удивительно. Но с тех пор мало что изменилось. Только каноны красоты иные. А методы всё те же. Искусственное вмешательство в свою внешность. Во всём цивилизованном мире за это отвечает пластическая хирургия. Модная красота есть всегда. Она была, есть, будет. И пластическая хирургия – это красота, в первую очередь. Я одно время к этому относился так, как там, отрицательно, ну, скажем, скептически так. Сегодня я это принимаю. Без бы не изуродовали совсем. Специалисты фиксируют новую тенденцию. В нулевых процветали в основном женская косметология и пластическая хирургия. Сегодня клиентами специалистов по исправлению внешности всё больше становятся мужчины. Это даже перестают скрывать. Если раньше это было, ну, скажем так, некий моветон, то есть это, ну, как-то неприлично, там, мужчина, и идёт к хирургу пластическому. То есть сейчас всё больше и больше. Я вот ещё особо ничего не делал никогда. Ну, хоть иногда, когда смотрю на себя, думаю, что-то хорошо будет что-нибудь сделать, но не резав себя. Какие-то есть сейчас такие. Куча разных препаратов, которые дают возможность как-то подровнять. Американец Джастин Джедлика в мире больше известен как живой Кен. Он человеческое воплощение друга куклы Барби. Думаете, он таким родился? Внешность Кена – результат 90 пластических операций. Ему нужно банально лечь под наркоз и стать другим. 32-летний Джастин потратил 110 тысяч долларов на силикон, ботокс, липосакцию и подтяжки. Американец вставил себе искусственный пресс, нарастил силиконовые бицепсы и увеличил мужское достоинство. Казалось бы, куда дальше? Но Джастин останавливаться не собирается. Он слишком буквально понимает выражение «нет предела совершенству». Такой человек не хочет ничего. У него нет контакта с самим собой, и он не готов работать над тем, чтобы этот контакт остановить. Безусловно, в результате такие люди уже не клиенты психолога, а это уже клиенты врача, как минимум психиатра. Скажите, вот вы бы согласились оперировать пациента, если бы он попросил вас, собственно, ухо пересадить на лоб? Опытный хирург Сергей Колесников точно знает. Сегодня по Москве ходит несколько человек, похожих на эльфов. Они появились после того, как в кинотеатрах с триумфом прошла сага «Властелин колец». Врач редко идёт на поводу у пациентов со странными просьбами. Но на этот раз пришлось согласиться. Все увещевания о том, что уши эльфа у героя фильма достигались при помощи накладок, их не убеждали. И мы соперировали несколько пациентов, используя там всевозможные ухищрения. Мода на преобразование неразрывно связана с технологическим прогрессом в медицине и косметологии. Стали популярными инъекции гиалуроновой кислоты. Все захотели губы, как у Анжелины Джоли. Когда вижу эту фотографию, как говорят их уточки, и думаешь, боже, ну как же вот была когда-то эта мода. Вот именно когда-то мода эта была, она уже сейчас прошла. Среди пластических операций самой популярной всегда была и остаётся ринопластика – коррекция носа. К ней прибегали почти все звёзды Голливуда и российского шоу-бизнеса. Я в своей практике встречал просьбу сделать мне нос, как у Марвин Монро. Кстати, у неё нос оперирован. Второе место занимает женская грудь. Эта мода появилась в 50-е. С тех пор число обладательниц силиконового бюста растёт вместе с его размером в геометрической прогрессии. Стоит только появиться в какой-нибудь рекламной статье, где описываются импланты, наполненные каким-нибудь экзотическим наполнителем или какой-нибудь особой формой, как тут же появляется стайка девушек, которые требуют именно этот имплант, именно этой формы. Третье место в рейтинге самых востребованных делят подтяжка лица и липосакция. Обе операции сложные и рискованные, но людей это не останавливает. Я впервые вижу столь прекрасные мышцы мужского тела. О, смею заверить. Сейчас я в лучшей форме. Арнольд Шварценеггер разменял седьмой десяток. Но «Железный армия» по-прежнему в форме. И на сей раз не только благодаря спортзалу. Знаменитый киноактер, культурист и политик прошёл ряд процедур по омоложению кожи и сделал операцию по подтяжке бровей. Актёр даже избавился от своей выдающейся вперёд-челюсти. Теперь она приняла правильную форму. На самом деле мужчины более подвержены модным тенденциям, чем женщины. А почему? Потому что, по сути, мужчина более коллективен. Для него более значима оценка другими мужчинами его достижений. Для мужчины важна всё-таки физическая форма более так вот в этих местах, что это всё там приходится. В последнее время что-то очень мало вообще занимается спортом. Поэтому занимаюсь, но очень мало. Есть люди, вот посмотрим на нашего Газманова. Ну, молодец, огурец, спортивный парень, красивый. Пересадка радужной оболочки глаз. Наращивание волос на теле. Вставка искусственных рогов. Пластика пальцев ног. Коррекция ступней. Сегодня хирурги способны полностью перекроить пациента по его желанию. Изменить внешность до неуздаваемости. С головы до ног. В буквальном смысле. Даже если удлинить конечность, или там, конечности на ту длину, которую хочет пациент, в дальнейшем происходит усадка регенератора. То есть, если вы достигли на момент окончания удлинения, там, из двух, на двух участках устью от донии, там, скажем, 8 сантиметров, что является, в общем, какой-то степени пределом, то усадка может составить 2-2,5 сантиметра. Эпатажная певица Леди Гага всегда была недовольна собой. Она изменила нос, щеки и грудь. А в 2011 году звезда решила, что у нее некрасивая талия. И поэтому легла на операционный стол, чтобы удалить два нижних ребра. Они совершенно не лишние эти ребра. Берут ради блажа. Вот это блажь. Вот это, можно сказать, члены вредительства. Поваренное увеличение всяческими модификациями тела – это в какой-то степени протест культурный против эстетического однообразия, эстетического модификации. Летом 2012 года 22-летняя жительница Бангкока Биньяпа Сеначан с красным дипломом окончила колледж. На выпускной девушка сделала себе подарок – комплекс пластических операций. Но результаты ее разочаровали. Сначала несчастная впала в депрессию, а затем повесилась у себя в комнате. Зачем люди идут на такие жертвы? Психологи подметили – для мужчин эксперименты с внешностью – чаще всего баловство. К хирургу они идут, чтобы поддержать свой социальный статус. Выглядеть хорошо – это уже даже, скажем так, признак некого состоявшегося человека, который способен не только работать, но и следить за собой. Мужик должен быть все-таки с морщиной, с настоящей, с какими-то настоящими мужскими штуками. Мне говорят, что с годами, Витек, ты стал и то лучше, чем ты был тогда. Был худой там такой. Говорят, вот возраст иногда мужчины больше украшают. Женщины же ложатся под нож чаще всего из-за заниженной самооценки, но всегда с одной целью. Логика, наверное, да, следующая. Сделаю пластическую операцию, стану красивой, найду олигарха. На самом деле это путь в никуда, потому что можно пройти к тому, чтобы быть совершенно идеальной внешне, но оказывается, что никому-то идеалы не нужны. Ведь по-настоящему мы любим людей далеко не идеальных. И мало всего прочего, очень часто мы любим людей из-за недостатки. Как станут выглядеть люди будущего? Такое исследование провел американский профессор Алан Квон и пришел к следующему выводу. Внешность человека будут формировать генетики, причем еще до рождения. Нужно быть высоким – сделают высоким. Изменить цвет кожи – нет проблем. Российские новаторы пошли еще дальше. Лидер проекта «Россия-2045» Дмитрий Яцков уверяет, что уже через 30 лет он станет первым человеком, чей мозг пересадят в бионическое тело, над созданием которого сейчас работают его сотрудники. Бизнесмен-новатор уверен – не за горами те времена, когда люди будут менять свои тела, как одежду. Смотрите далее. У кого находит ген да Винчи? Я считаю себя здоровым человеком. И отец мой здоровым человеком был. А гений – это что-то какие-то. Что скрывают люди со сверхспособностями? Он как приемник ловил это и через себя пропускает, трансформировал. И кто выращивает гений в пробирке? Манипуляции на человеческом геноме осуждаются церковью и правительствами многих стран. Это агентство специальных расследований, и я – Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Недавно китайские ученые заявили, что приступили к созданию сверхчеловека с самым высоким в мире IQ. Для этого они взяли образцы ДНК умнейших людей Земли. И теперь планируют выделить гены, отвечающие за интеллект. Их соединят в одном эмбрионе, который потом поместят в материнский организм и будут ждать рождения гения. Так существует ли на самом деле ген гениальности? Правда ли, что гениальность почти всегда граничит с сумасшествием? И научится ли человечество создавать гениев? Гений. Само это звание редко кому присваивалось при жизни. Их вообще мало. За всю историю наберется не больше 500. И пока человечество так и не пришло к единой формулировке. Кого считать гением, а кого нет? Я считаю себя здоровым человеком. И отец мой здоровым человеком был. А гений это что-то какие-то, как мне кажется... Я думаю, что гений дедушка мой Борис Покровский. Парадоксальное у него сегодня. Я вот Чехова к гениям не причислю. Но это мой любимый писатель. А Достоевского и Толстого причислю, но они гениальные графоманы. Гениальность. Она там и от пьедестала до Желтого дома, там, две минуты пройдет. Говорят, что гении рождаются один раз в столетие. Некоторые ученые давно бьются над тем, чтобы опровергнуть эту теорию. Так возможно ли сегодня искусственно увеличить частоту появления гениев на Земле? Удастся ли китайский эксперимент по созданию сверхчеловека на основе отобранных умных ДНК? Большинство специалистов во всем мире относятся к этому скептически. Манипуляции на человеческом геноме осуждаются церкви и правительства многих стран. А в большинстве законодательных актов вообще содержится прямое указание на запрет с экспериментами на эмбрионе. Генетики усиленно ищут ген гениальности уже не одно столетие. Мировая история помнит множество экспериментов по созданию фабрики гений. В Германии хотели получить чистую арийскую расу. В США – гениальные копии нобелевских лауреатов. В СССР – совершенных советских людей, строителей коммунизма. История песни, что горит за слезы наши, Он терит за нашу ролью огонь, огонь. Все эти эксперименты с грохотом провалились. Из раза в раз они подтверждали лишь одно – гениальность нельзя передать по наследству. Толстой один. Сколько у него потомков. Многие из них незаурядные личности, много добивались. На тему таких ярких личностей, равных по весу личности самого Льва Николаевича, в общем-то, особенной и нет. То же самое отношение потомков к Пушкину и так далее. На детях гений природы отдыхают. Я знаю прекрасное ответное отворожение, которое, по слухам, принадлежит Андрею Кобзону. А дети гениев отдыхают на природе. Я думаю, это тоже хорошо. Однако в середине 90-х прошлого века ученые опровергли и эту теорию. Оказалось, что гениями все-таки рождаются. Исследование гена ДРД-4 привело к совершенно неожиданным результатам. Выяснилось, что у него есть две формы – короткая и длинная. Первая встречается почти у каждого. У нас, если длинные формы, имеют большие показатели по такой черте темперамента, как поиск новизны. То есть человек, который хочет встряхнуться, тянет к чему-то новому, к острым ощущениям, импульсивно. Редкая длинная форма ДРД-4 дала этому гену имя и сделала его знаменитым. Ген авантюрности или ген Давичи. Наиволее ярким его носителем был Михаил Ломоносов. Ученые полагают, именно этот ген в ответе за тягу к знаниям, под давлением которой будущий великий ученый пешком добрался из Архангельска до Москвы. Что касается гена гениальности, я бы, конечно, ни в коем случае не говорил, что существует один единственный такой ген, который можно найти, который отвечает за гениальные какие-то признаки у человека. Но, безусловно, можно сказать, что есть наверняка целый ряд генов, работа которых существенным образом влияет на работу мозга. Но вот что удивительно. Открытие гена Давичи приблизило ученых к разгадке феномена гениальности и одновременно отдалило от конечной цели. Оказалось, что носителями гена Давичи могут быть не только обладатели импульсивного темперамента, но еще и алкоголики, а также психически нездоровые люди. Разрабатывалось два полюса проблем. Генетика помешательств, генетика психических заболеваний и генетика гениальности. Приискали, нет ли каких-либо психических болезней, которые приводят к озарению повышенной работоспособности и к открытиям в той или иной сфере деятельности. Когда гениев начали тщательно изучать их менее гениальные коллеги, ученые генетики, биологи и психиатры выявили странные закономерности. Люди со сверхспособностями всегда вызывают подозрения в неадекватности у тех, кто с ними сталкивался в повседневной жизни. Я не думаю, что есть гены. Я думаю, что звезды складываются так, и судьба так. Может быть, раз какой-то ген ученого Перелимана, который позволил ему отгадать фиктеорему Ферма, а потом другой ген, который позволил ему отказаться от лимона долларов. То, что гений есть отклонение от нормы, это совершенно очевидно. Как правило, у этих людей очень большую проблему имеет сектор, который заведует связи с внешним миром. Они очень эгоцентричны. И это абсолютно объяснимо. Это не потому, что они плохие. Это такое строение у них, у них такая психика. Они так видят мир. Артист Геннадий Хазанов рассказывает, что ему посчастливилось в жизни встречаться с гениями. Гениальным артистом был Евстигнеев. При том, что у Евгения Александровича, скажем, не было кругозора литературоведа или философа. Артистом был гениальным. Это какой-то голос свыше. И он, как приемник, ловил это и через себя пропускает, трансформировал. Для кого-то гениальность – дар божий. Для кого-то титанический труд. Наследственность тут играет незначительную роль, утверждает писатель Сергей Афонькин. Гениальность – это 5-6% какой-то наследственности. И даже если у человека очень хорошие наследственные данные для занятий той или иной деятельности, то без серьезных усилий в этой области вряд ли он чего-то добьется. Знаменитый детский сказочник Ганс Христиан Андерсон сам признавался, что не умеет писать сказки. Эта работа требовала от него неимоверных усилий. Он переписывал каждую фразу по 10 раз, просиживая за письменным столом по 20 часов в сутки. Сам при себе писал, что он пахал как трактор всю жизнь. Действительно был очень работоспособный, трудолюбивый. Усербно работать, чтобы развить свой интеллект и хотя бы немного приблизить его к уровню гения. В этой теории понятно все, кроме одного. Но как определить, в какую сферу направить свои усилия? Ученые утверждают, добиться высочайших результатов можно только посвятив себя какой-то одной сверхидеи. Идет лечь о гениальных спортсменах, о гениальных художниках, писателях, о гениальных конструкторах. Когда все усилия направлены на что-то одно, естественно, все другое не развивается. Именно поэтому я сомневаюсь в объективности понятия о том, что у гениального все гениально. В 20-м столетии Владимир Маяковский стал великим поэтом революции. Никто и предположить не мог, что этот гений был неграмотным. Еще с детства он страдал дислексией. Это заболевание вызывает задержку в развитии способности читать, писать и запоминать орфографию. Примерно в это же время весь мир рукоплескал еще одному гению – 26-летнему физику Альберту Эйнштейну. А ведь каких-то 15 лет назад его считали недоразвитым. Он заговорил только в 7 лет, и то только короткими фразами. А за неуспеваемость его выгнали из гимназии. Так кто и как должен был тогда определить, что перед ними не отстающие в развитии туньяццы, а будущие гении современности? Все, что окружает нас сегодня, создано невероятным прорывом разума гениев. Именно благодаря их IQ мы не сидим в пещерах у костра. Но какова цена, которую приходится рано или поздно платить обладателям сверхспособностей? Самоотречение, изгнание, болезни, одиночество и безумие. Вот лишь неполный список наград гениев. 4 года маленький Моцарт сочинил свой первый концерт для клавесинов. И сразу после этого минуэты, сонаты и марши начали рождаться один за другим. При этом гениальный мальчик постоянно жаловался на страшный шум в голове. Эти звуки сводили его с ума и в конце концов довели до маньякально-депрессивного расстройства. В середине 20-го столетия английский психолог Хевлок Элис проанализировал биографии многих знаменитых людей. Выяснилось, что почти половина из них страдала подагрой. В их числе Юлий Цезарь, Иван Грозный, Пётр Первый, Борис Годунов. Гиперурикемия или подагра – повышенный уровень содержания в крови мочевой кислоты. Это вещество откладывается в суставах и вызывает острый артрит и образование подагрических узлов. Подагра – очень благородное заболевание, считалось, потому что причина – красное вино, мясо. Вообще, кстати, существует точка зрения, что обезьяны стали превращаться в человека, только стали есть жареное мясо. Конечно, благородством подагра никого не наградило. Напротив, эта болезнь доставляла страшные мучения. Пытаясь отвлечься от невыносимой боли, великие подагрики с головой погружались в работу. И вот что удивительно – их трудоспособность значительно повышалась. У Толстого крицовый сонат за одну ночь было написано. У Пушкина в период творчества очередовалась депрессия, вспышка активности. Неожиданно профессора Элиса осенило. А что, если своей гениальностью эти люди обязаны именно подагре? Долгое время вот эта связь, которая была статистически достоверно подтверждена, она оставалась достаточно таинственной, было не очень понятно, в чём тут дело. В 50-х годах 20-го века в загадочной теории о великих подагриках была поставлена точка. Учёные выяснили – мочевая кислота по структуре схожа с кофеином и теобромином. Концентрация мочевой кислоты у гениев в 20-30 раз превышает нормальную. Именно поэтому у них беспрерывно происходит стимуляция мозговой и физической активности. Подагров, как раз, этой мочевой кислоты очень много, поскольку у них нарушена ферментативная система, которая нормально и быстро эту мочевую кислоту перерабатывает. Именно шум в голове, доведший Моцарта до психического расстройства, помог юному музыканту стать гениальным композитором. Избавиться от мучительных звуков удавалось лишь после того, как он записывал их в виде партитуры. Я никогда не смогу понять, как в голову Моцарта, например, приходили эти мелодии, или в голову Бетховена, или в голову Чайковского. Ну как это? Конечно, это абсолютная гениальность. Любая гениальная интуиция – это всегда какой-то улёт, выход из традиции. И в этот момент человек безумен на какое-то время. И именно благодаря этому он откуда-то приносит нечто, чего не было никогда перед нами, перед нашими глазами. Рамиль Гарифулин – практикующий психотерапевт. Среди его пациентов немало выдающихся людей. На основе своего личного опыта врач пришёл к интересному заключению. Гениальность, как таковая, она возможна только при условии безумия, при условии сумасшествия. А как же быть? Как же возникнуть к новому? Как же вырваться из традиционного восприятия? Только на основании безумия. Психотерапевт Гарифулин убеждён. Лишь выплеск своих гениальных и одновременно безумных идей помогает великим художникам, писателям и учёным выживать. Если бы Достоевский не занимался бы литературным творчеством, то он бы точно уже заболел сильно психическим заболеванием. И благодаря сублимации, благодаря тому, что свою психотравму, свои конфликты, свои неврозы, депрессии он выражал в своих произведениях, он таким образом лечился. Скольким людям так и не удалось реализовать свою гениальность, остаётся только догадываться. По статистике, один человек из тысячи имеет потенциальные задатки гения. Но лишь один из ста тысяч сможет обратить на себя внимание. А общего признания добьётся всего один на десять миллионов. Вероятность получить звание гений ещё меньше. Быть может, им станет именно тот, кто откроет этот таинственный ген гениальности. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Смерть Василия Сталина. Неужели сына вождя убили? Теперь уже точно доказали, что отравление произошло. Кто и зачем выращивает новые вирусы в тайных лабораториях? Человечество может вымереть от такой пандемии. И Бермудский треугольник. Неразрешимая загадка или главный розыгрыш 20 века? Раз в год обязательно в Бермудском треугольнике происходит какое-то событие катастрофическое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok